Сегодня в программе встреча с интересным человеком, многофункциональным спортсменом Ниясом Измайловым. Нияс Измайлов. Двухкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бодибилдингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Победитель чемпионата Европы по жиму лёжа в категории СФО 2017 года. Мастер спорта по армрестлингу. Начинал, конечно, с пауэрлифтинга, так как, ну, считаю, такой плашдарм на все виды спорта на дальнейшем. Как база получается. Да, это есть база. Ты совершенно правильно сказал, это база. Ну и вообще по себе очень люблю сжать. Впервые пришёл в спорт, пришёл как? Просто было свободное время, решил пойти в качалочку. Для себя отметил то, что, что такое вообще мышечная крепатура. После тренировки, думаю, ну, как хорошо, как бы в них. Мне это понравилось, я получил от этого удовольствие. Это самое главное, получить от спорта удовольствие. Некоторые упражнения я, по-первых, вообще делать не мог. Первый, там, наверное, год я просто вытягивал руки, чтобы они хоть... Как минимум лучше разгибались, работали хоть. Просто, чтобы появилась в них функция. Разрабатывал руки. Разрабатывал, да, руки. Во-первых, сам занимался. Но потом уже появился тренер. А потом поступил, получается, в училище. Там меня потянули в пауэрлифтинг. Именно сжим лежат. Во-вторых, я не хотел. Он говорит, давай попробую для себя. Потом оттуда отучился, приехал, познакомился тут именно с ребятами с паралимпийцами. Сжимом позанимался, как бы, потом мне говорят, ну, может нам, ну, как бы, сухое тело... Можно и повыступать. Да, тело красивое, можешь рыть, бодибюдингом попробовать. То есть одно потянулось за другим, получается. И потом сразу меня пригласили, получается, на чемпионат Европы. Мы полетели в Литву. Это был 2011 год. Это, наверное, первые мои такие высокие соревнования. И вот там, как бы, я занял первое место. Тебя это замотивировало, и ты пошел дальше? Тебя вообще прекрасно замотивировало. Начал заниматься, готовиться на мир. Посмотрел соперника у меня в Турции, там парень очень хороший был. Начал на него готовиться, там очень форма хорошая у парня была. Вообще, я там все высчитал, все там, ел по рациону, там, спортивное питание, как бы, ну, все выполнено. Приехали спортсмены с ЮАРа, с Индии, с Болгарии. А того турка не было. Ну, этих выиграл, как бы, ну, а хотелось, ну, там... Ну, и как-то недосказанное, да? Да, как бы, ну, хотелось бы, конечно, вот. Я, получается, мир выигрывал в два раза, Европу выигрывал в три раза. Когда Европу выигрываешь три раза, получаешь абсолютно. Вот я абсолютного Европы получил, а на мир в третий раз не выехал, и третьего абсолютного не получил. Ну, как бы, решил на этом остановиться. Дороговато, честно, бодибилдингом заниматься. Просто выступление, очень все это... Красиво, конечно, люблю это, но очень дорого. И решил перейти на армспорт. Познакомился с Андреем Шарковым. То есть ты сам решил или тебя тоже подтянули? Как бы, у меня всегда руки были сильные. Вот сколько я не занимался, вот стоял, даже там, ребята, те, кто занимался. Мне говорят, что ты не хочешь, пробую. Ну, заинтриговали. Да, заинтриговали. Сразу я выполнил кандидата мастера спортов на первом же соревновании. Парам рейсинге, потом добрался до мастера, и все, как бы. Как быстро такой у тебя взлет получился. Аж как-то... Я думаю, некоторые спортсмены даже могут подобидеться. У тебя, получается, вверх, да? Нет, я другого борюсь. Верхом люди борются чуть-чуть вот сюда вот, ходят. Вот. Ага. А я борюсь вот. Больше бок. Больше бок у меня. Крюк с элементами бок. У меня, в основном, вверх всегда гуляет. Ты должен первым навязать свою борьбу? Да, я должен, как бы, обмануть. А если человек взял тебя и верхом схватил? Я вот переключаю физику вбиться, а мне вбиться не пройдет. А тут стена. Мне главное, я вот выставляюсь, я ухожу, первым делом, вот сюда. Все, я держу. Есть какие-то предрасположенности, да, к чему-то. Есть человек, может, он может стать чемпионом, да, в каком-то виде спорта, но он не тем видом спорта занимается. Вот это вот расхождение надо для себя отмечать. Если ты будешь везде прыгать, как бы, да, ну, несоответственно, да, там, нажмешь, потом борешься, там. Потом выступаешь на сцене. Да, ты везде будешь максимум до кандидата. Я решил для себя остановиться на армии, потому что, ну, там, по-первых, ты борешься с живым человеком. С таким человеком, который так же, как и ты думает. Который так же, наверное, гоняет вес, с какими-то проблемами сталкивается. Который думает, который так же хочет выиграть, с такой же целью идет, как и ты. И тут уже чемпионство зависит не только от твоей физической подготовки, но как ты ведешь тебя в этой ситуации. То есть моральное качество. Моральное, да, вот моральное качество, вот, на сколько ты готов выиграть, на сколько ты готов усилий приложить к этому. Бывало такое, что, как бы, частенько, вот, когда выставляешься, при выставлении, там, у тебя, например, человек 18, ты, вот, с первого выиграл, с второго, а тебе, все, вот, этот момент, тебе наезжают вот сюда на пальцы. Ага. Ты, как, знаешь, пальцы очень быстро устают и очень долго восстанавливают. Как бы, ты в крюк можешь держать долго, а вот тебе пробили пальцы, и все. Ты, получается, кистью, и, да, уже завернуть не можешь. Не можешь включить спину, не можешь включить, ну, сильно сходиться. И все, я вот так вот стою, и человек меня сюда не может перекинуть, а я его не могу сверху вот туда закрыть. Уже, как бы, горимся на таких болевых. Я не выиграл. Первый раз я поехал, я стал второй. Парнем борол, что у него, ну, как бы, у него патология была, шесть пальцев было, что-нибудь там, ну, там, кисть три раза больше, чем у меня. У меня за руку взял, я только свой палец видел, я его писть. Тебя полностью обхватил. Да, я писти вообще свои не видел. То есть, получается, морально ты немножко просил. Да, я просто, ну, я еще так раз натянул, думаю, сейчас Альсен мне даст, но мне не плечо. Ну, как бы, туда рука улетит. У него стаж, да? С этим, да, я думаю, лучше я сейчас проиграю. Ну, что, ну... То есть, ты сразу решил, да, проиграть? Ну, я, я, когда человека за руку беру, я сразу знаю, я его выиграю или я его не выиграю. У меня тогда просто опыта не было такого. Я тогда занимался сколько? Я полгода занимался. А чтобы понять, как бороться, надо года четыре заниматься. А сейчас, когда берешь человека за руку? Я уже, я, я, я уже... Ты уже знаешь? Я уже ощущаю. Но при этом ты даешь слабину или ты все-таки пытаешься бороться? Я навязываю свою борьбу. Я всегда навязываю свою борьбу. С Вовой часто спаррингуешься? Раньше, да, сейчас, ну... Нечего, нечего сейчас с Вовой вообще, нечего бороться вообще. Просто это слон и мочка. Я в качестве мочки. Начали мы с ним заниматься четыре года назад. Поначалу было очень трудно, он меня гонял как только мог. Ну, потихонечку. Уже начали веса расти, начали ездить на соревнования, побеждать. Тренер хороший, он знает, как, что, где подготовить. Когда приезжаешь бороться, чувствуешь, что, ну, если не позанимался, чувствуешь, как оппоненты растут. Как бы мотивация еще в этом. Ты еще чувствуешь, да, на соревнованиях, что, допустим, где-то там что-то пропустил, где-то что-то не доделал. Конечно. И совесть же мучает. Конечно, мучает. Ну, так на Вове можно тренироваться, что, получается, с более сильным соперником. Слово даже уже, как бы, тем и интересно тренироваться в том, что он очень физически, очень сильный, и он в любых положениях, вот, он может вытягивать. А что за хитростью? Ну, поподробнее расскажи про свою хитрость. Парочку. Или одну хотя бы. Ну, на Вове они уже не работают, как бы, более опытные. Так, теоретически. Ну, можно попробовать, как бы, ну, вот, наехать чуть-чуть вот сюда на тесь, и приезжать, потому что он вот ловит. А если тебя уже поймали, и где-то держат там? Когда меня поймали вот тут, ну, где-то так, где-то там. Ну, вообще, это мое, получается, сильное движение. Я тут могу прямо держать, вот тут, а потом с отсюда выбить сюда вот, чуть-чуть, и вот сюда протащить. То есть на выносливость, да? Ты человека подержишь, подержишь, он устанет, и ты потом его вытаскиваешь. Ну, как бы, в этом движении чуть-чуть раскрыть ему пальчик, вот тут вот, чуть-чуть раскрыть, наехать ему на большой пальчик, и у тебя включатся предплечье, лучевая и спина. И вот сюда потом вот сюда добить. Ну, можно вот тут чуть-чуть сюда закрыть плечо. А я вово вообще как сказал. А вово как стоит. Когда идет утомляемость, по мне, да, вот ты круговые тренировки сделал, у тебя мозг не может определить, что именно ему восстанавливать. А чтобы мышца была сильная, да, связка сильная, у тебя целенаправленно вот мозг должен туда импульсы давать, чтобы у тебя импульс туда попадал, чтобы он заживал, чтобы он был сильным, чтобы движение было отточено. Вот тогда вот целенаправленно, когда ты занимаешься одним делом, когда ты там и добиваешься. Сильно в подушку не дави, потому что мозг с локоть разливить. Ты не с соперником борешься, а самим собой с подушкой. Он должен парить. По подушке. По подушке. Вот отсюда, вот сюда Вот, хорошо Только плечо собери, собери плечо Вот, хорошо Вот, отлично Намного сильнее Именно вот сюда закручивай Больше спиной рвать Вот, отлично Хорошо Старайся чуть-чуть еще Вот сюда вот натягивать вверх Вот, отлично Сразу намного больше мышц плечу Стягивай, стягивай соперник Стягивай Вот, вот, вот Только сильно не рви, потому что Если резко закрутить, можешь Вот эту связочку сейчас рвни Ага, я Ты В данный момент Здесь до этого был реабилитационный центр Для инвалида До меня его создала женщина Лиди Ивановна Лет 20, но она уже ушла как бы на песню Ну, он, конечно, не в таком состоянии был Мы, как ребята с ограниченными возможностями Приходили сюда занимались как бы Потом, ну, уже так время подошло Она говорит, ребят, ну, честно Я уже, говорит, ну, не могу тут сидеть Потому что я устал И нанимали и строителей Вот, делали все это оборудование Закупали Потом нас строители чуть подвели Мы с ней асам уже Так, нам через два месяца лететь В Москву на чемпионат России А мы с ним подождем Здесь будто скаемся Угу, то есть уже сами начали строить Доделывали уже, да, друзья помогали За что им, ну, большое спасибо То, что характерно В центре города находится, как бы, очень удобно Все рядом, как бы, ну, вот, чистая атмосфера такая, что ты приходишь и занимаешься Ну, нету такого, что ты не знаешь, что делать В общем, по удобству очень хорошо Ну, зал небольшой, но довольно уютный тут прямо Атмосфера рабочая Рабочая На самом деле Вот сколько он уже функционирует в таком виде В таком виде он функционирует с декабря В конце декабря Подустал ты чуть-чуть? Есть такое дело Где ты, вот, на данный момент, где ты чувствуешь дискомфорт? Вот, вот здесь уставчик чуть-чуть Ну, и вот может немножечко Это говорит о том, что вот Вот эта группа у тебя слабая, да? Ты должен заканчать себе плечевое хорошо Ну, грудные делать, чтобы у тебя Вот, включалось Вот, вот этой темой Чтоб плечо твое, как бы, ну, держало Ты теряешь углы И у тебя отключаются мышцы стены Мышцы биццы Ты, получается, вот борешься одной рукой И при этом у тебя идет нагрузка на плечевой Я тебе не могу сказать, что это не твое Что-то у тебя есть Но это и не мое Ну, да, что-то среднее Вот ты правильно сказал Вот кому-то дано, да, вот он сразу станет там очень темным А тебе, чтобы где-то тут чего-то добиться Надо немножко попахать Допустим, если я с какими-то физическими ограничениями, да? И когда здоровый человек говорит, что там, ну, там, или набрал Или еще, ну, там, и силы у тебя много Туда я смотрю, у тебя две руки, две ноги, да? Ты здоровый, ты мне это говоришь, ну, там Ну, завистью И есть вот это Еще и завистью, да? Да, да, завистью Вот именно вот это вот и наоборот еще и мотивирует И, то есть, когда люди, которые, ну, ничем не ограничены И они тебе еще завидуют Хочу провести именно чемпионат Крыма по армрестлингу Среди спортсменов с поражением упорно-двигательного аппарата Хочу запустить вот именно школу в Джунгой, армспорт Чтобы как бы подтянуть, забрать больше людей, чтобы Чтобы семья такая была, больше Как бы больше людей занималось спортом, больше молодежи Чтобы единомышленники были, вот, не как я, вот, Володя А чтобы больше нас было, потому что вместе лучше Это не обязательно спортсмены с ограниченными возможностями? Нет, это любые Это любые И с ограниченными возможностями, и здоровые Я считаю так, что, если бы сделать смежное, да Вот люди с ограниченными возможностями, ну, без ограничений Это, наоборот, это покажет обществу То, что все мы, как бы, все мы едины Это, как бы, другим ребятам откроют более глаза на то, что вот у людей есть какое-то ограничение, да Но они не сдаются, они не отпускают руки Это такой, как бы, символ надежды Как бы, человек посмотрит, ну, у него получилось, а меня что держит? Вот, что меня держит? И все, у человека все получится То есть, одна большая спортивная семья Да, да, вот можно так и подытожить Друзья, это была «Территория силы» Будьте с нами, будьте сильными Да? Да